Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сен-Гейтс начинает свою программу сегодня 29 августа, понедельник, ну и как всегда по понедельникам в это время в Чикаго в этот сейчас 8 часов утра, в Москве 16 часов дня и мы ведем программу на связи у нас прямая трансляция Россия-Москва, астролог Андрей Бухарин, Андрей здравствуйте. Здравствуйте Майкл, здравствуйте дорогие радиослушатели радиостанции Сен-Гейтс радио, всем привет. Да, спасибо, ну и я хочу только назвать наши координаты, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, вы их задавайте, это www.sengatesradio.com, sengatesradio.com, это наш скайп, sengates108, кто желает позвонить, это 1847-226-9956, меня зовут Майкл Мелехов, и мы начинаем нашу программу, как всегда, давайте так условно разделим ее на три части, прежде чем мы начнем, я хочу все-таки сделать небольшое, скажем, замечание по поводу того, что радиостанция и руководство не несет никакой ответственности за мнение гостей, сказанных в эфире и не всегда согласны с ним, в данном случае я лично согласен с мнением Андрея Бухарина, поскольку это мнение основано исключительно на науке, которая называется астрология, в которой Андрей является очень серьезным профессиональным человеком, профессиональным астрологом, руководителем астрологической школы, и вот первая часть, первый сегмент нашей программы, это прогнозы, те, которые были с прошлого раза, что оправдалось, чего не оправдалось, давайте, Андрей, слово вам, пожалуйста. — Благодарю, Майкл. Ну, на мой взгляд, очень четко отработала серединная точка, это вот напомню, что серединная точка между затмениями, это несколько дней около 25 августа, ну вот, который посередине между затмениями, я имею в виду между полутеневым 18 июля и 1 сентября, который сейчас будет. Вот, например, произошло землетрясение в Италии, еще ряд там произошло событий, которые такие, там даже есть информация, что в Бразилии цунами было, но надо проверить, как бы вот такая информация, скажем так, не совсем проверенная с моей стороны, но тем не менее. Ну, может, радиослушатели кто-либо там живет, может, подтвердят, либо провернут это. А также, такое вот повышенная сейсмологическая такая активность произошла, вот я сейчас не помню, где-то там разрушено много храмов таких вот буддийских было сейчас вот в Азии. Ну, это, скажем так, обратите внимание, вот именно на серединную точку оно жахнуло, а потом опять тишина идет, то есть такая, как бы вот нету... — До затмения. — Да, в общем, ну, и сейчас вот передача у нас в Азии затмения идет, уже 1 сентября будет 2016 года солнечное затмение, поэтому сегодня убывающая Луна, хорошо бы так закругляться, скажем так, дела завершать. К тому же еще разворачивается Меркурий завтра. — Прямо вот в мой день рождения. — Прямо в мой день рождения. — Ну да, солярия, значит, смена мышления будет, либо даже работы может быть, произойти изменения какие-то. — Андрей, прошу прощения, а какие вы можете предостережения в свете, мы уже не увидимся, понятно, до 1 сентября солнечного затмения, какие предостережения чего, будем так говорить, нельзя, не рекомендуется точнее делать в этот день или в ближайшее вот до того... — Кстати, есть наблюдение интересное, причем это не мои, а другого коллеги моего, который описывал, что еще с советских времен или когда-то он заметил, что на следующий день после затмения, ну в том городе, где он живет, всегда закрывался продовольственный рынок, открытый рынок такой большой, ну базар, вот. И там проводилась всегда дезинфекция в связи с тем, что перед этим днем как раз было массовое отравление мясом шли. Именно вот мясо покупали, и оно почему-то, ну вот, испорчено было в массовом таком. Это, кстати, соответствует вот древним текстам, которые рекомендуют, ну скажем так, в период затмений, если так кратко сказать, пост и молитва, да, то есть, как минимум, такую аскетичную еду, ну скажем, поменьше мяса, алкоголя и так далее. Вообще не то, что поменьше, вообще бы, как бы, запрет даже на это, потому что они в это время наиболее, ну скажем так, ядовиты. Почему? Ну это вопрос не ко мне, я не физик. — Именно, простите, именно в день знамения или до? — Вот именно на затмении, почему-то, там какая-то биохимия такая происходит, что эти паразиты, которые, видно, в мясе живут, они очень сильно, ну почему-то, там, или размножаются, или какой-то у них силы больше становится. Но в это время всегда, здесь еще, я бы, еще лично мои наблюдения, что очень часто именно на убывающей луне, вот многие сейчас чувствуют ослабление иммунной системы, то есть вот такой упадок сил, очень часто на новолуние заболевают именно простудами, не потому что, ну скажем так, холодно, а потому что иммунная система уже, даже на этот слабый сквознячок, она уже не может от него защититься. Но я не говорю, что все, я говорю, что часто мы заболеваем, именно, то есть в это время, скажем, спад иммунной системы идет, и одновременно, видно, какие-то деструктивные процессы идут в животной пище усиленной. Возможно, очень сильно она в это время распадается, как бы там, ну тут надо уже исследовать, собственно, не астрологически уже, как бы, тема, а вот наблюдения такие в соцсетях читал, интересно, он говорит, я когда уже пять раз насчитал подряд вот пять затмений, и как под копирку одно и то же, то есть вот вчера затмение, все, на следующий день закрывается именно этот рынок, там дезинфекцию делает, все хлоркой, там обрабатывает и так далее. То есть это, вот такие наблюдения есть, поэтому, исходя из этого, что можно сказать, то есть, ну, во-первых, рекомендации обычные, то есть самое лучшее, это, конечно, поголодать перед затмением. Ну, я имею в виду, там, один день, кто может, кто два, кто три, то есть было бы здорово, конечно. Если поголодать не получается, то как минимум из своего, скажем так, рациона убрать продукты животного происхождения, но алкоголь, как говорится, это уж сам Бог велел, то есть это не дай Бог затмение употреблять его, потому что психика в это время так как бы ненормальная, то есть и алкоголь только способствует, к сожалению, либо каким-то неадекватным действиям, которые, скажем, в нормальное время человек никогда бы этого не сделал. Кстати, можете после затмения там новостные ленты почитать, они, как правило, пестрят вот подобного рода каким-то событием, который там человек был нормальным, вменяемым человеком, и бац, такое какое-то бесчинство сделал именно вот на затмении. То есть он переклинивает и все, вот, и он адекватный. Поэтому избегать алкогольных, каких-то одурманивающих веществ, вегетарианская пища, либо вообще голодание, то есть это вот очистительные процессы, их очень хорошо избавляться от вредных привычек. То есть кто желает бросить курить, там какие-то ненужные связи, например, тяготные, ну вот даже с людьми, допустим, вот, ну, надо разорвать отношения, никак не разрываются. На затмениях хорошо их разрывать с ним. То есть тогда уже, если люди расходятся, как бы, на всю жизнь уже, то есть уже не будет там каких-то возвратов. А создавать новые отношения не стоит? Ну, не рекомендовано, потому что это такое вот именно убывающая луна. Я не говорю, что на затмения люди не женятся. Женятся, свадьбы идут, как бы, люди... Вы поймите, что затмения не надо воспринимать именно как непременно что-то отрицательное. До затмения хорошо именно завершать что-то так радикально. А после затмения радикально что-то начинать. Оно тоже, кстати, оно не будет... Оно просто будет фатальным всё. Но для этого надо понять, хорошо или плохо это вот астрологически просто построить карту затмения и соотнести её с картой натальной нативы. Если кратко так, от карты затмения к карте натальной будут хорошие аспекты затмения, позитивные для этого нативы. Если негативные, значит оно деструктивное. Ну, так, кратко. То есть я уже так в рамках передачи что-то можно сказать. Поэтому вот так вот. Понятно, понятно. Хорошо, а что у нас ещё предстоит в сентябре месяце? Такое знаменательное. В сентябре 22.05 по-московски будет в это время. Андрей, пожалуйста, ещё раз повторите. Лунное затмение 16 сентября будет. Ну и самый главный такой астрологический феномен это ретроградная фаза Меркурия, которая будет длиться до 22 сентября. Поэтому, в принципе, я уже говорил ещё в прошлых передачах, что Меркурий, то есть именно сентябрь месяц, он ещё месяц задержит. То есть месяц таких препятствий. То есть ещё переговоры, которые на ретрофазе Меркурия, они происходят, они будут потом пересмотрены, эти результаты. Поэтому, когда прогноз мой был по поводу выборов, что если результаты будут озвучены ещё на ретрофазе Меркурия, то, как правило, они потом будут пересмотрены. Но обычно результаты не в тот же день озвучивают, а через несколько дней. Поэтому, а выборы будут где-то там, насколько я помню, числа 18. Мы посмотрим. Как раз, наверное, на развороте 22 где-то и озвучат. Выборы вы имеете в виду? Ну, в Госдуму у нас. В Госдуму. Да, опять же, на соединении Солнца с Юпитером. То есть это кто... Я сейчас книгу пишу как раз по выборам, не только, скажем, вообще выборам, то есть как таковому явлению. И аналитика, скажем, статистику набираю по президентам США, то есть ещё с 18 века. Вот, ну, классика жанра. То есть обратите внимание, что все выборы инаугурации происходят на соединении Солнца с Юпитером, либо Трим Солнца с Юпитером. 80% сейчас. Вот любые выборы берите. Почему-то они случайно происходят. Ну, либо секстер ещё. Ну, полагаю, что это не случайно происходит. Полагаю, что там есть свои люди, разбирающиеся и достаточно серьёзно. Начало это всё происходить с кого там, с Рузвельта, кажется, с его второго срока, когда он... Потому что кто, в Великой Отечественной войне? Это Рузвельт был, да? Да. Там президент, вот. Он же вообще феноменальный тем, что он там, кажется, 4 раза был президентом. После него внесли поправку в Конституцию, там знаменательная, 20-я вроде бы поправка Конституции США, где запретили больше двух сроков быть. Вот. Но, тем не менее, ввели дату 20 января, инаугурации, и в которой обычно Солнце, уникальное положение Солнца в тот день, 20 января, когда оно либо в трене с Юпитером, либо в секстере, либо соединение, либо... Это вот положение Солнца. И это же тоже не случайно, что любая инаугурация... Ну, бывают там какие-то квадратуры иногда, но в основном очень много... И вот сейчас, кстати, будет как раз, когда выборы будут... Это же 20 января, это же Солнце практически там в первом градусе водолея. А Юпитер буквально вот сейчас входит в весы и формирует трим к Солнцу водолей. Вот вам, пожалуйста, выборы в Соединенных Штатах Америки. Совпадение? Как-то не думаю, да? Нет, нет. Как издет персонажа. Вот видите, да, это везде. Я анализировал выборы Оланд, когда победил во Франции, Януковича на Украине, у нас выборы всех без исключения... Инаугурации, правильно сказать, они происходят. Вот и всё. А так как цикл 4 года, то Меркурий, то есть Юпитер будет всегда, каждые 4 года, он либо соединение, либо трим делает. Без вариантов. Понимаете, то есть он всё время такой треугольник рисует. Поэтому, опять же, думать о том, что здесь нет астрологического следа, ну, скажем так, на мой взгляд... Не, ну, каждому своё. Лично я для себя выводы сделал, так что я как бы не настаивался своей точкой зрения. Вы для себя, став астрологом давно, выводы сделали. И более хочу сказать, что прихожу к мысли, что многие вещи вообще даже не надо публично отдавать и заявлять. То есть, потому что опыт, вот если подходить к смене эпох, эры рыб и эры водолея, то опыт эры... Ну, вот основная задача эры рыб в чём заключается, у неё эра, особенно сейчас концовка, ну, глобальной фальсификации обмана, иллюзии такой нептунианской. И задача каждого из нас научиться различать ложь. А если, допустим, я научил, ну, что-то увидел, и хочу открыть другому глаза, который этого не видит, то с позиции космических законов я нарушаю весь обучающий процесс здесь. Ему надо научиться. Это всё равно, как, допустим, в школе идут экзамены для учеников пятого класса, а рядом проходит там десятиклассник и подсказывает там пятиклассникам, что-то ответы. Ну, что ему скажут? Сначала скажут, закрой дверь, не мешайся, а дальше будут какие-то, ну, санкции идти или так далее. Потому что надо же научить пятиклассников чему-то, а не, скажем так, на подсказках выехать. Поэтому не всё надо... Поэтому есть, наверняка, вот в древности были такие, ну, скажем, заборы либо ограничения того, чтобы кто ни попади не имел доступ к эзотерическим знаниям. И мне, по большому счёту, даже всё равно сейчас верят в астрологию, не верят в астрологию. Я вообще даже не спорю. Раньше там были, конечно, копии ломались на эту тему, что доказывать, что вот вы видите, не видят. Судьба такая, всё. Значит, человек, скажем так, его жизнь такая, не видит сейчас. А раз он не видит, значит, у него билет в эру Водолея ему нет. Ну, почему? По причине того, что эра Водолея, эра астрологии, в конце концов, эра разумных и образованных людей. И которые не оперируют категориями не верю, либо предполагаю, а категориями я знаю. Одним словом можно сказать, спасение утопающих, делая рук самих утопающих. И не надо мешать процессу. Да, вот земля обучающий процесс здесь идёт. Обучение. И вот всем знания давать, вот такие вот взять, и вот ещё бесплатно открывать это им. Потом за это, как бы по закону космоса, и получается воздая. Ну, хорошее, либо плохое. Поэтому здесь я скажу, ну, как бы ещё раз подтвержу, что мне лично, вот на тот вопрос ваш, что используют они, не используют, я для себя сделаю. Но я не собираюсь кому-то, скажем, это доказывать. Если кто-то слеп, либо там не понимает это, не дорос ещё по своему уровню развития, я не оскорбляю человека. Это просто как в школе. Ну, человек учится там в третьем классе, или в пятом. Действительно, он ещё не прошёл уровень, он не понимает, что такое тригонометрия, но не поймёт никогда. первоклассник, потому что основы каких-то сложных теорем и так далее. Рано. Поэтому, и мало того, насильно, если ему вмещать, это у него кризис будет, либо срыв нервный. Поэтому пусть учатся всему своё время. Надо несколько жизней пройти, чтобы стать понимать ту же астрологию. Ну, Андрей, я очень рад, во-первых, ваша концепция понимания, чем вы занимаетесь, и как вы даёте материал, полностью совпадает с концепцией центра «Сангейт», где мы даём только информацию. Мы даём информацию, и никого никуда не втягиваем, и никому ничего не втюхиваем. Поэтому есть информация, она может быть полезна, если человек ей заинтересуется. На мой взгляд, у меня есть моя личная психологическая, так скажем, формула того, как человек, скажем, себя ведёт, как он реагирует. Если человек говорит, я не верю, этим самым он говорит, я знаю лучше. Я тогда вспоминаю Сократа, который говорил, я знаю, что я ничего не знаю. Если такой человек говорил, что он знает, что он ничего не знает, тогда чего тогда нам говорить? А вот человек имеет право сказать, он имеет право сказать, я знаю лучше, я не верю. У него есть такое право, ну, пожалуйста, пускай он находится в своём, так скажем, в этом устремлении, заблуждении сказать, тоже нельзя, потому что, ну, человек, находясь в определённом месте, говоря, что он Наполеон, он считает, что он Наполеон. Мешать ему в этом тоже нет смысла. И лечить его, может, тоже нет смысла, кстати. А, с чем я думаю? Да. Это наше восприятие, это только наше восприятие, как себя человек ведёт, как надо реагировать на то, что он сказал. И это ещё раз есть информация исходящая, информация входящая. Каждый слышит то, чего он хочет слышать, и каждый действует то, чего он понимает, как он должен действовать. Мешать ему в этом нет смысла. Хорошо. Андрей, вы знаете, я вот тут читаю, и у вас наверняка, наверное, были вопросы по поводу, того сегмента, который мы были в прошлой программе, этот сегмент назывался «Прошлая жизнь». Вот. Вы знаете, у меня была небольшая дискуссия, полемика, неважно, на фейсбуке, там, в одной группе, и я говорю, ну, прежде чем судить, там, где-то как-то, там, я не буду вдаваться в детали, надо бы пожить, вот такая фраза была, там, другими жизнями. Ну, человек отвечает. Я имел в виду о том, что человек рождается с качествами, ну, я как номеролог, допустим, физически, я это понимаю, то есть, он рождается с качествами, которые он приобрёл в прошлой жизни, то, что называется реинкарнация или инкарнация, человек говорит, а для меня это просто раздвоение личности или галлюцинации. Жизнь, она очень проста. Ну, с моей точки зрения, как раз всё наоборот обстоит, но дело, опять же, как человек воспринимает, так он воспринимает, так его научили, тут нет проблем никаких. Так вот, по поводу прошлых жизней, ну, вот, что вам, допустим, пишут, и как к этому относятся люди, те, которые слушают наши программы? Кстати, передача прошлая, она очень резонансная произошла, потому что народ начал активно писать, рассказывать свои жизненные ситуации, как, особенно, ну, женщины интересуются. Свои галлюцинации. Ну, я, ну, сказал тот человек, сказал, то есть я вот даже с такими даже не спорил, но у него такая точка зрения, пусть ты, это всё равно, что как я буду доказывать, например, что мне, у меня есть в кармане, там, ну, грубо говоря, рубль, откуда он знает, он может верить, либо не верить, а я знаю, что он есть, поэтому, тут, да ради Бога, ну, что на них время тратить. Всё правильно. Я хочу другому сказать, что, вот, женский контингент такой интересуется тем, что именно вот к таким понятиям, как кармический брак, то есть когда партнёры притягиваются, отдают долги, которые остались ещё из прошлых жизней. Вот это тоже, причём, уникальность в том ещё заключается, что обычно когда вот женщина встречает мужчину, и она понимает, у него как озарение идёт, что это мой муж, я от него рожу ребёнка, но одновременно, как бы, вот, понимаю, что будет много, ну, каких-то трудностей в жизни, так мягко скажу. Вот, то есть, как бы, осознание такое, вот, как озарение некой фатальности, неизбежности, и при этом неотвратимости, причём я неоднократно это слышал, что даже идут, как бы, как на пол, а зачем ты замуж выходила, если ты его знал? Ну, говорит, а, как бы, знаешь, как бы, без варианта, то есть вот она фатальность, я говорю, ну, то есть вот когда знаешь, понимаешь, судьба, да, судьба такая, да, да, вот, ну, часто астрологически, например, если синастрить смотреть, часто очень, именно лунные узлы, очень мужи, мужья, жёны, они интересно отмечены, всегда чья-то планета на чьём-то лунном узле партнёра находится, то есть они всегда либо долг отдают, либо кармический учитель, который тянет, а когда кто-то наш кармический учитель, то это всегда нас раздражает, ну, того натива, кого лечат, скажем, учат, его это, потому что он, как бы, хочется жить в том болоте, того уровня, который он достиг, а ему надо новое, а чтобы новое, это надо, значит, неспокойная жизнь будет, это надо переживания какие-то, стрессы, ну, перемены, а это всегда, скажем так, большинство народа, скажем так, напрягает, они не хотят развиваться, и притягивается партнёр, который заставляет, там, через общих детей, через общий бизнес, через общие какие-то, там, кредиты, в конце концов, такие сюжеты есть, сейчас, что набрали, вот у меня примеры есть, например, такие, что пара, как бы, собралась расходиться, да не разошлись, потому что там, в материальном плане, такая завязка взаимная, что там набрали кредитов на родственников, отдают, то есть, как бы, то есть, их специально удерживают, чтобы они, как были, знаете, такое вот, хорошее слово объяснять, куда ты денешься с подводной лодки, вот, ну, куда, ну, вот, и надо работать, а если человек убегает от этих проблем, которые, ну, его, как-то ему стоят перед ним задачи, ну, например, все-таки бросает, там, партнер, партнера, и думает, все, уехал, ну, примеры такие есть, уехал в другую страну, женился на той же женщине, на женщине, это по гороскопу, тот же знак, то же имя, с ребенком, который был от первого брака, от того же пола, мало того, мальчика и там, и там по одному знаку за день, а ты знаешь, как дежавю, только и жизнь более трудная и более сложная началась, то есть он там убежал от урока, так скажем, относительно легкого, думал, что, боже, как трудно жить, а в результате попал, вообще, ситуация, ну, просто, не просто она, ну, как там, сестра-близнец, скажем так, даже когда общий знакомый увидел, у этого человека, вторую супругу, говорит, а они что, говорит, сестры, говорит, нет, в другой стране, то есть я, привет, у меня в практике есть такие случаи, вот, потому что человек, даже он не заметил, даже, что он выбрал тип женщины одинаковый, который был тут прошлый, от которого он убежал, вот, и попал в лапы более, скажем, такого, ну, более сложно, скажу так, эзотерически, более отягощенный урок стал, то есть если, и отработал, отпахал, отстрадал, и тогда осознал, главное, человек, вы знаете, простите, я вас немножко прерву, но тут не обязательно, скажем, в прошлых жизнях это была связь, именно как мужчины, мужчины, женщины, как связь, допустим, супружеская, они могли быть совсем в других отношениях, они могли быть отношения, отец, дочь, или там, мать и сын, такие шахматки тоже могли быть, то есть отношения между ними какие-то были, это могли быть учитель или ученица, или учительница и ученик могло быть в тех прошлых жизнях, это не всегда они были какими-то там супругами, то есть были какие-то отношения, это правда? Да и более я хочу сказать, Майкл, что вот, например, ну в практике моей, ну вот общение с людьми, кто помнит прошлой жизни, врагами были прошлой жизни, у меня пример есть, где парень, он сам, ну у него дедушка воевал танкистом на Курской дуге, а он вспомнил, что он был немцем, танкистом, который погиб на Курской дуге, и оказывается, что у него с дедом очень плохие отношения были, ну вот этого внука не терпит и все, причем, если я вам скажу, что этот человек из восточной семьи, то есть вот оттуда, из среднеазиатской семьи, и он, ну там где-то родовые кланы, там такого нет, что там, вот этого я внука, этого пошел он отсюда, там как бы уважение к старшим, как бы такое покровительство, надо младшим идет, а там в семье вот такой, знаешь, как он изгой, и для него это ответ стал, почему, то есть когда вот, он его, в общем дед, его убил, как не будучи-то в том воплощении немцам на Курской дуге, и вот по закону кармы, кстати, ну не то, что я тебя породил, как говорится, как сказал известный персонаж, а наоборот, убил, все, забрал жизнь, дал жизнь, и он его родов, пусть через своего там сына, дочь, внуком воплотился, но в принципе генетику свою дал, и так далее, и сейчас они вынуждены вместе контактировать, общаться как-то, ну там в сфере вот этого, например, примеры есть, когда, действительно, еще один пример, когда там, будучи печенегом, или каким-то там этим, описывался с таким, с этим здесь, в мехах таких человек, зарубил мальчика, там, 9-летнего, а потом он, ну, вырубали население, когда там эти, когда в дикие времена было, всех подряд, и потом воплотился этот ребенок, то есть в семье с этим мужчиной, и у них отношения тоже такие там сложные, завязанные такие были, то есть это потом, когда человек уже проводил специальные практики, и ему открывались прошлые жизни, он находил ответы, почему отношения, например, вот, кармический брак здесь, почему отношения, например, там вот, с мужем и женой, могу вам вообще, вот, пример по, ну, по партнерским отношениям рассказать, то есть вот, из практики тоже есть случай, мужчина и женщина в этой жизни живут, и очень, короче, он гражданин другой страны, она москвичка, так, и он, ну, она нигде не работает, а он все за нее платит, кредиты, ну, короче, вот такая ситуация, и она в случае чего, ну, живет на ее территории, и она в случае чего, пошел вон из моей квартиры, там, и так далее, так они живут, жили-жили, и в конце концов, этот мужчина, как бы, прошел сеанс прошлых жизней, посмотрел, и увидел, что оказывается, в прошлом, лет 400 назад, в Испании, он был аристократом, она была тоже этой, как бы, он обедневший аристократ, а она без титула дочка купцов, и родители за ихней спиной их поженили, ну, брак по расчету был, чтобы, тем титул, этим деньги, но он ее не любил, и он издевался над ней, деревня, ты никто, я тут такой, павлин-мавлин, прошли столетия, смотрите, как интересно, она, у нее титул, у нее гражданство, там, Россия, она москвичка, он гастарбайтер, то есть, он никто, как бы, без титула приехал, но, при этом, он отдает в материальном плане, как она тогда давала, понимаете, а она, как бы, с титулом, вот этим, так же ему говорит, что ты там лимитчик, ты никто, ты деревня, ну, там не конфликты были, то есть, это, вот эти законы, они возвращают, и как раз пример рассказывает, что он, столетия проходят, но, карма отдается всегда, в высшей степени, все справедливо, то есть, и когда человек, это вот, кстати, он понял, он молодец, что он это осознал, как бы, тогда, так говорит, зачем я глупости столько надел, тогда, что здесь потом страдал, столько времени, то есть, не обозляться надо, это я говорю к тому, что все, кто нас обижают, как, тем или иным образом, это наши кармические долги, это значит, мы с ними поступили, точно так же, когда-то, то, что мы этого не помним, это, как говорится, наши проблемы, понимаете, значит, нам это закрыто, для того, чтобы мы отдали еще какие-то долги, которые нам нужны, ну, вот так, если вкратце. Вы знаете, я вспоминаю Эдгара Кейси, ну, наверное, многие знают о том, что был такой человек, его называли спящим пророком, американец, и он входил в состояние, там, скажем, беспамятства, его вводили в специальное состояние такое, и он читал вот эти хроники Акаши, как их стали называть, это эфирный слой, где хранится информация. Он, много, 20 тысяч, по-моему, было таких вот чтений, и в одном, я читал эти хроники, и он описывает женщина, пришла к нему на прием, и он ей рассказал все ее прошлые жизни, то есть она пришла со своими физическими проблемами, но он ей стал задавать вопросы, она согласилась, чтобы он просмотрел ее жизни, в общем, она притянула всю свою семью, там было четверо детей, насколько я помню, и все они каким-то образом были вот так вот связаны друг с другом, и отношения между ними были именно таким образом, то есть это очень интересный момент, потому что, ну, опять же, поверила она, поверил тот же там еще, но в основном люди не поверили, и причина, естественно, была в том, что вот эти отношения, они не были закончены, они каким-то образом, да, они каким-то образом должны были закончиться. Я могу сказать о том, что я лично присутствовал, вместе с женой мы ходили на такие чтения, хроники Акаши. Это была довольно известная женщина, она 40 лет такими вещами занимается, метафизический институт такой был. И вот просматривали жизни, выяснилось о том, что я в какой-то из жизни жил в Индии, что в общем-то поэтому мне все эти имена, почему я туда езжу, как ни странно, оно как бы тянет туда. А в прошлых жизнях я был учителем йоги, а моя жена была ученицей. Вот в этой жизни, причем интересно, что я-то знаю эти вещи, как-то я чувствую. То есть я когда встретил, я понял, что это тот самый случай, который должен быть, произойти. Он произошел, естественно. То есть эти отношения, которые начались где-то там, и неважно каких они были, то есть это отношения между учителем и учеником, вот они продолжаются в этой жизни. Это действительно так, это очень интересный момент. И лишний раз доказывает, дорогие друзья, о том, что мы упускаем возможности решать наши какие-то, наши местные личные вопросы, поскольку если это так, то тогда мы можем много чего узнать. То есть очень многие болезни, к примеру, это болезни, кармические болезни, и они откуда-то пошли. Вот, и есть техники специальные, и семейные расстановки, и есть родовые какие-то вот техники, как это все определить. Ну, в конце концов, есть люди и прошлой жизни, действительно, там институт Монро, там у нас есть такие, на нашей территории, есть несколько таких институтов, где можно об этом узнать. Ну, а скажите, к вам обращались люди, которые хотели бы, чтобы вы вот таким образом проанализировали, или такой возможности нет в астрологии, проанализировать вот именно прошлые жизни, для того, чтобы найти вот какое-то соответствие с теперешней жизнью? Ну, частично можно. Конечно, астрология дает ответы на вопросы. Вот, например, есть такая у меня услуга, как кармическая задача, которая описывает как раз то, что человек в прошлом, скажем так, чего он все, он достиг каких-то высот. Что в этой жизни ему надо чему научиться, так называемый вектор эволюционного развития. Также положение, то, что он светлого всего максимально сделал в этой жизни, за что имеет защиту, ну, скажем так, ангела-хранителя. И то, что больше всего ошибок сделано, так называемая точка отдачи долгов и каких-то вот… Она, кстати, вот этот цикл черной луны девятилетний, он часто… Она тоже имеет три уровня, как и белая луна. И очень часто, кстати, если люди уходят из жизни, особенно дети, какие в районе девяти лет, это как… ну, срабатывает, как правило, отдача долгов по черной луне. Там надо… я бы рекомендовал рассматривать, если… Ну, например, тот же маньяк Чикатило, если его брать, вот он имел черную луну в Скорпионе, то есть это первый уровень – это сексуальный маньяк, описывается, черное положение черной луны в Скорпионе, да. То есть он шел по первому уровню демоническому. И первая девочка, которая он, ну, скажем так, жертва его – это девятилетний ребенок. То есть, опять, вот это… я просто эту тему тоже изучал, как бы, вот, поэтому тут очевидно, что один живет по первому уровню черной луны, и второй, там, жертва по второму. Но сказать, если с эзотерической точки зрения рассматривать такие события… Конечно, я не говорю, что таких всяких чикатил надо, там, держать в социуме. Но они притягиваются по нашим делам. То есть, значит, если душа в прошлых жизнях делала такие поступки, вот, избежала она наказания, в этой жизни рождается, она отрабатывает, отдает долг. Есть вообще точка зрения, что чикатилу вообще – это не человек. Это, как бы, ну, такой биоробот, который вот давал, отдача долгов была людям, которые как-то оступились вот в этой области. Ну, женщинам там, кого он там издевался над ними. Потому что такой кармический груз, именно вот, это же, понимаете, это же каждый раз, ему надо будет в процессе будущих жизней, это же все, да. Тем более, он же абсолютно не раскаялся, там, был. То есть, он абсолютно, ну, такой, как бы, вот, действительно, человек, который вообще, то есть, полный привет, там, психики и так далее. Поэтому, говорит о том, что он осознал, что он там что-то набедокурил, и, ну, как бы, актом покаяния, там, что-то могло стереться из прошлого – вряд ли. То есть, это, ну, в общем, то есть, не буду уходить, видите, много вопросов можно тем сразу, формат передачи время ограничивает нас. И постараюсь кратко объяснить. Есть, отвечает астрология на вопросы, но поймите, что астрология не… Ну, я, например, я не ясновидящий, я не могу сказать, что человек жил, там, грубо говоря, в горах, где-то в такой-то стране и так далее. Это другие техники, это уже Нептун включается. То есть, надо понимать, что астрология – это орбита Урана. То есть, это когда она может на уровне рациональном объяснить, что вот да, было вот то-то, то-то, ну, скажем, какие-то качества. Хотя с помощью астрокартографии и в данном случае вот именно геодезики, которой я сейчас занимаюсь, и она, в общем-то, в астрологическом сообществе, можно сказать, практически не изучено белое пятно, то есть, только единицы-единицы, кто это исследует. Вот думаю, что этот ответ даёт эта техника, потому что в астрокартографии есть три техники, то есть, local space, астрогеография – это с углами планет, линии так называемые, которые проходят по планету, которые вот мы рассматриваем на новолунии, в моих передачах, и геодезика, ну, иногда называется гороскоп геодезического эквивалента, но там немножко другая тема рассматривается. А так вот именно проекция планет на поверхность Земли, именно по градусам знаков зодиака, это мои исследования, мои, скажем так, мои научные открытия, которые я летом 2016 года сделал благодаря оцифровке глобусов, средневековых глобусов, французской национальной библиотекой. Я об этом рассказывал, ну, если интересная тема, там можно отдельно поговорить, там ключевой показатель в том, что на глобусах до 1740 года одна эклиптика, нулевой экватор начинается где с Канарских островов, а после 1740 года совершенно другая эклиптика Солнца, и нулевой экватор, там Париж был, потом он немножко вернулся. Официально нам рассказывают сказки, что там проголосовали ученые, ну, грубо говоря, проголосовали, допустим, через Нью-Йорк или в Москву проводить. Нет, они голосуют, это для публики, ну, скажем так, для профанов, для необразованного общества, это объяснение такое идет. А фактически нулевой меридиан – это всегда точка пересечения эклиптики, то есть движения Солнца и экватора. Всегда, не иногда, а всегда. А если она менялась, значит, менялась, путь Солнца другой был. Вы представляете, вот где проходит меридиан Лондона, и где Канарские острова. И причем там даже путь другой был, то есть знак Зодиака Овен был где-то на 160 градусов, как я понимаю, в другом месте. И понятно, что это мое открытие, оно с ног на гору, допустим, переворачивает, ну, скажем так, представьте вот эти всякие гороскопы Киевской Руси, Москвы, каких-то персонажей раньше, кто 1700-1740 года. Сколько написано диссертаций, люди назвали себе там, ну, звания всякие, там, ученые степени дали. А тут, оказывается, нулевой градус Овна проходился в другом месте, и, значит, вся натальная карта не та, то есть и все выводы не те. Конечно, это будет, ну, не будет принято всеми, особенно ортодоксами от науки, ну, скажем так, позитивно. Ну, опять же, ну и ради бога. Эра водолея идет, то есть, значит, но надо всегда уметь признавать свои ошибки, свои заблуждения, и такова жизнь. Что ж поделаешь? Надо только радоваться тому, что сейчас новые данные всплывают. Опять же, благодаря вот интернету, новым технологиям. Кто бы знал, что во французской национальной библиотеке оцифрованы вот все глобусы, а раньше же глобусы у кого были? Это же не так, что у какого-то пастуха. Это были там у папы римского, у какого-то короля, то есть, скажем, у верхушки, у тех, кто, у капитанов кораблей, кто строили маршруты, то есть, они не могли ошибаться, эклиптика там, они определяли, где они плыли по звездам, свои координаты. Понимаете? То есть, это очень такие точные карты. Вот так, Майкл, то есть, это еще тема передачи одна такая. Да, это тема передачи, действительно, возвращаясь к теме реинкарнации, как мы проживаем наши жизни, ну, я могу только очень коротко добавить то, что эти преступники, которые преступниками и являются без сомнения, и террористы, которые являются террористами, они все-таки служат орудием высшего правосудия, и тут ничего не бывает случайно, тут только закономерно. К сожалению, духовное падение общества, поэтому кармический палач появляется, если так кратко. То есть, ни в коем случае мы их не защищаем, но просто, это как раз, Майкл немножко вставлю, там, минуточку, как раз объясняет, что измени себя, и мир изменится. То есть, если мы грешим, то мы всегда, как бы, получаем, ну, виноваты не паразиты, которые в нас живут, да, а то, что мы не моем руки перед едой, если так кратко сказать. Понятно? Ну, действие, реакция на это действие, которое является следствием, да, поэтому, ну, современная медицина, скажем, лечит следствие, это мы уже, как бы, знаем, а ведь человек болеет от другого, в общем, тут все, таким образом, все связано. Хорошо, дорогие друзья, у нас в эфире профессиональный астролог Андрей Бухарин, и мы приступаем к последней части нашей программы, это, ну, финансовая астрология, кого-то, возможно, это интересует. Ну, могу отметить со своей стороны о том, что последняя, скажем, программа, она, Андрей Бухарин озвучил то, что будет укрепляться доллар, будет падение евро, что, в общем-то, мы и видим. В пятницу это показало в полной мере, поскольку в пятницу было выступление Дженет Йеллен, она является чейермен, ну, или представителем совета директоров самого большого банка, резервного банка Соединенных Штатов Америки, и речь шла, скажем там, о повышении учетной, как это называется, interest rate, это ставка, да, кредитная. Вот, и были такие падения, взлеты, падения, в начале взлет, потом было резкое падение, которое продолжается и сегодня. То есть, евро идет резко, идет вниз, и, в общем-то, доллар идет резко, соответственно, вверх. Ну, вот таким образом. Андрей, что вы хотите сказать, что нас ждет в течение, там, скажем, следующей недели? Да, я как раз рассматривал, да. Хочу сказать, что, во-первых, еще раз хочу уточнить, что рассматривая гороскопы ФРС и ЕЦБ, они описывают, скажем так, астрологические показатели, описывают, хорошо или плохо для этих банков, где-то в 70% случаев это описывается ростом, ну, грубо говоря, банку плохо, валюта падает. Но, бывают такие исключения, когда банку, допустим, плохо, а валюта растет, либо наоборот, банку хорошо, а валюта падает. То есть, это не значит, что падение курса, ну, там какие-то, видно, есть еще не афишируемые, скажем так, на средствах массовой информации какие-то события, позитивные либо негативные, которые мы не можем оценить, насколько это хорошо или плохо. Но на прошедшей неделе показалось, что это соотношение, то есть, соответствие это присутствует, и негативные показатели гороскопу ЕЦБ, они сейчас заканчиваются, ну, они как бы еще идут, там двойственная такая начинается, особенно, знаете, когда, где-то вот с числа пятого, но это больше уже через неделю, я бы уже сказал. Но хочу сказать, что, как я понимаю, где-то до затмения идет, вот сейчас еще период роста доллара, на этой неделе сменится другим трендом, то есть, евро, то есть, поднос такой, что ближайшие даже две недели рост евро, потому что у доллара, ну, как бы, по крайней мере, по гороскопу ФРС, я сейчас, по гороскопу ФРС, последний такой сильный, хороший показатель, 28-го числа, ну, 29-го, сегодня, то есть, уже завтрашнего числа, особенно, ну, очень сильно, знаете, я бы так сказал, эта неделя неяркая, вот изменения есть, а вот с 5-го сентября, очень сильно, вот та неделя, которая будет с 5-го по 9-е, показатели идут на то, что евро будет расти, а доллар будет падать. Просто не на все, не на каждый период, я могу, вот такие, знаете, выраженные показатели, вот там выраженный показатель идет, по крайней мере, сейчас еще, возможно, такой период может флэта быть, либо стабилизации, но я уже давал еще месяц назад, что последние дни июля, августа, точнее, характерные ростом евро, поэтому посмотрим, возможно, вот с дня на день евро развернется, и начнется, скажем, другая сторона бега. Ну, я технический аналист, поэтому я могу сказать, что там присутствует и не только вертикальная ось, то есть движение цены, а еще и горизонтальные оси, то есть изменения по времени или по дням. И надо сказать о том, что как раз-таки есть такие прогнозы, и я, так сказать, это тоже вижу, примерно, ну, скажем так, среда, понедельник, вторник, среда еще чуть-чуть будет идти вниз, вот как сегодня, допустим, идет вниз, потом это стабилизируется, и начнется рост. Ну, ориентировочно это будет среда. Если мы говорим о паре евро-доллар, если мы говорим, скажем, о каких-то индексах, то сегодня день тот, который, ну, разворотный день, поскольку несколько дней подряд оно идет вниз, по моим представлениям, мы должны так или иначе, как бы далеко и глубоко мы вниз не пошли, мы еще и близко на индекс Dow Jones, на индекс S&P 500, 500 крупнейших корпораций Соединенных Штатов, характеризующие экономику Соединенных Штатов, мы должны идти вверх. И, ну, по всей вероятности, эта тенденция будет продолжаться, скажем так, к выборам. То есть где-то вот так. Как только это произойдет, ну, есть некоторые моменты, эзотерические, будем так говорить, психологические, экономические, неважно какие, которые говорят в пользу того, что все это полетит вниз и довольно серьезно. Ну, мы будем, дорогие друзья, общаться с Андреем и дальше, естественно. И поэтому, когда мы будем подходить к этим моментам, а выборы у нас 2 ноября, то есть фактически остается у нас только сентябрь и октябрь, да, то есть 2 месяца остается, август практически закончился. То есть времени очень немного, сейчас начнутся вот такие вот волнения серьезные на политическом небосклоде, потому что идет серьезное противостояние. Мы уже знаем, в соответствии с прогнозом Андрея Бухарина, кто предполагается быть президентом, кто-то говорит, да, не дай бог, кто-то говорит, ну и слава богу. Ну, то есть бунтарь, так скажем, вот как это сочетается, Андрей? То есть мы на границе, вот сейчас вот эра, там, водолея, она же как раз вот такими вот сопровождается какими-то настроениями, то есть все меняется, все меняется, правильно? Ну, я уже рассказывал, что эра водолея, она еще, на мой взгляд, не наступила. Вот, опять же, моя точка зрения расходится с точкой зрения. Ну, ноября наступит, нет? Я там раз 2-го, не 8-го ноября там выборы, похоже, 8-го там выборы. Мне казалось 2-го, но. Я не помню, там когда они уже, я помню инаугурацию, что 20-го или 21-го. Это да. Вот. Так что, тут, могу сказать, если по поводу полиции, мы немножко в такую, уже затронем тему, помните этот вот, Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, что я, помните, прогноз давал, что август месяц переломный будет в росте рейтингов, и насколько, поправьте меня, так ли это или нет, действительно, Хиллари Клинтон падает, показатель, а у Дональда Трампа растет. Ну, относительно июльского, скажем, рейтинга, существует, если честно, я вам не могу не подтвердить, не опровергнуть, потому что это все меняется, опять же, смотря какие там показатели по опросам, но не все отвечают на, не все голосуют, и не все участвуют в опросах. Нет, ну, что есть, публичные, официальные какие-то эти... Ну, публичная тенденция, да, публичная тенденция именно такая. Но вы говорите, мнение общественное тоже. Да, но вы говорите, она скоро изменится. Ну, поменяется, ну, точно все наоборот. Если кризис, я говорю, это на руку Дональда Трампа, опять же, я вот как раз, я говорил, сейчас пишу эту книгу, буквально сейчас уже аналитику прохожу по всем этим президентам Соединенных Штатов, которые побеждали, там, интересная вот деталь, что, например, есть такой период, в течение года, когда, как я уже говорил, вице-президент может стать президентом. То есть, это не говорит о том, что непременно там, ну, непременно там уход из жизни, ну, например, Никсон сам отрекся от трона, да, и тоже на таком же аспекте. То есть, и вице-президент стал президентом. Если помните, там, этот вот, трагедский скандал был такой широкоизвестный. Вот, поэтому, к чему я говорю? К тому, что как раз, вот, когда выборы в Госдуму идут в России, в это время период такой, что один из периодов в году, когда вице-президент может стать президентом. То есть, это имейте в виду. То есть, я не говорю, что это непременно произойдет, но такие как бы окна есть в течение года. Вот, до выборов. То есть, если до выборов что-то такое форс-мажорное может произойти, то оно произойти должно, скажем так, ну, около 18 сентября где-то. Ну, затмение 16 сентября, скажем так. Не вайс-президент, а это тот, который намечается быть, вы имеете в виду. Тот, который запасной игрок. Ну, надо Джобайд посмотреть. Я как раз к этой мысли пришел, как раз просто некогда еще, ну, на днях посмотрю. Может, в следующей передаче уже ответ у меня будет такой, был и конкретный. Там же кто? Вице-президент этот же Байден, да? Сейчас. Джобайд Вы имеете в виду... Сейчас вам и кто? Сейчас я вам скажу, кто. Вы имеете в виду действующего? Вице-президента Джобайд Я думал, вы говорите про тот, который намечается на пост вице-президента. А нет, так он же еще не наступил, он же будет до конца года же у Барака Обамы. Даже если выборы прошли, но, допустим, пока инаугурация не наступила, президент не вошел, скажем так, ну, новый, по крайней мере, он не становится президентом. Ну, с моей точки зрения это маловероятное событие, поскольку до выборов остается совсем чуть-чуть, и тут менять, скажем так. Цыплят по оси не считает. Ну, посмотрим, это интересный момент. За, не против, я просто мысль высказываю, которая, закономерность, которая срабатывала, сколько там, девять президентов ушло, там были, как-то преждевременно сошли, ушли с этого. Ну, не за два месяца до следующих выборов. Ну, разные были. Были такие, что один месяц прожил, я помню. Были такие, что... Прожили? Да, был такой президент, который один месяц всего был на троне. Я имею в виду до окончания этого срока, до выбора нового президента. Ну, я статистику подобью, возможно, были такие. Договорились. Смотрим, да. Хорошо, дорогие друзья, у Андрея Бухарина буквально совсем скоро начинается вебинар по Новолунию, да? Ну, да, название Новолуния через два часа, да, сегодня. Вот. Поэтому я могу только единственное посоветовать всем, кто слушает нас, прийти и послушать этот вебинар. Ну, а те, кто хотят, или те, кто не имеет такой возможности, послушают нашу программу записи. я хочу повторить о том, что это тройное W sungatesradio.com sungatesradio.com это sungates108 это наш скайп. Ну, и, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать или после просмотра этой программы, поскольку она записывается, будет выкладываться в YouTube и на Facebook. я заранее приношу прощение, у нас интернет нестабильный сейчас, опять же, Меркурий ретроградный, поэтому... Затмение, затмение начинается. Затмение начинается, поэтому, возможно, рассинхронизация звука и изображения, поэтому, вы уж, простите, великодушно, но самое главное, то, о чем говорится, смотреть, не знаю, на Андрея Бухарина, конечно, может кому приятно, на меня, я поэтому рядом посадил Буду, на него точно надо смотреть, вот, а вот то, что говорится, это самое главное. Я благодарю вас, Андрей, за ваше время, которое вы уделили интернет-порталу радиоцентра Сангейтс и за, как всегда, интересную программу. Кто хочет поделиться с нами своими прошлыми жизнями и узнать, что вас ожидает в будущей жизни, это, пожалуйста, к Андрею Бухарину, ну, в конце концов, можно и ко мне, кое-чего и я могу сказать по этому поводу. Вот. Ну, мы продолжим нашу программу, у нас впереди действительно очень много нового и интересного, события буквально меняются с калейдоскопической быстротой, поэтому все время что-то будет новое происходить. Всего вам доброго, до свидания, мы с Аватаром благодарим вас. Всего доброго и успехов, и удачи, и здоровья. Благодарю, Майкл, всего хорошего, дорогие родивслушатели, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok